Область знаний. Лекция на Радио Звезда. Первые компьютеры. Рассказывает руководитель отдела научной экспертизы Политехнического музея Алексей Бутырин. Область знаний. Наверное, не всем изобретениям повезло в равной степени с их известностью. Обычно, если спросить человека, кто изобрел, например, телефон, то, если он мало-мальски интересуется историей науки и техники, скорее всего, он вспомнит фамилию Александра Белла. Если спросить, кто придумал автомобиль, имеется в виду автомобиль современного типа с двигателем внутреннего сгорания, тоже все, скорее всего, Карл Бенса, Готлиба, Даймлера люди вспомнят. Но вот если спросить, а кто же изобрел первый компьютер, то, как правило, люди теряются. Что любопытно, самым частым ответом на этот вопрос у тех, кто все-таки рискнул ответить, становится Стив Джобс. Но, конечно, в те годы, когда появились первые компьютеры, к разработке которых был причастен Стив Джобс, на самом деле это слово уже давным-давно было известно, и вычислительные машины существовали десятки лет. И вот мы с вами попробуем разобраться в том, кто же на самом деле может по праву считаться изобретателем первого компьютера, и почему на этот вопрос не так просто ответить. Дело в том, что многое в данном случае будет зависеть от определения, от того, что мы, собственно, подразумеваем под компьютером. С одной стороны, вроде бы вещь интуитивно понятная, почти все мы пользуемся компьютерами каждый день, но если призадуматься, а что делает компьютер компьютером, то может появиться много интересных тонкостей. Например, очень часто полным синонимом понятия компьютер считается такая аббревиатура как EVM, то есть электронная вычислительная машина. И если мы берем за определение компьютера, что это именно EVM, то у нас, скорее всего, появляются два варианта ответа. Первым компьютером может считаться машина под названием ENIAC. Эта английская аббревиатура расшифровывается как электронный цифровой интегратор и вычислитель. Эта машина, созданная в США в 1945 году. Также как вариант, первой электронной вычислительной машиной может считаться компьютер ABC, машина Атанасова-Берри, тоже американская разработка 1942 года. Как нам определиться с выбором между ними? Определение стоит уточнить, потому что все-таки компьютер в нашем современном понимании должен не просто быть электронной вычислительной машиной, он должен быть способен исполнить любую программу, то есть, или, как говорят, выполнить произвольный алгоритм. И в этом смысле машина ABC, более ранняя, она была рассчитана только на решение одного единственного типа задач, решение дифференциальных уравнений. И поэтому, скорее всего, она не может читаться универсальным компьютером. ENIAC же, при всех его недостатках, его было очень неудобно программировать, скажем так, о дружелюбности к пользователю в те годы не думали вообще, как правило, на то, чтобы, в общем-то, ввести в этот компьютер данные задачи, которые ему нужно было решить, уходило где-то в десять раз больше времени, чем он затем, собственно, ее решал. Но, тем не менее, ENIAC был способен выполнить любую произвольную программу, и в этом смысле действительно он является первым компьютером общего назначения, или универсальным компьютером. Но и на этом ответе, что считать первым компьютером, я предлагаю вам не останавливаться, потому что есть еще другие достойные кандидаты. Например, мы в музее считаем, что совершенно необязательно требовать, чтобы компьютер был именно электронным. Уточню, что значит электронный? Это устройство, в котором нет движущихся частей, то есть все процессы в нем управляются только протеканием электрического тока. Но если мы убираем это уточнение и считаем компьютером устройство, которое работает по любому принципу, в том числе и, например, содержит движущиеся части, то есть является уже не электронным, а электромеханическим, у нас появляется другой вариант ответа. Можем считать первым полноценным компьютером машину CET-3, я специально читаю на немецкий манер, буквы там используются Z. Это машина, разработанная немецким инженером Конрадом Цузе в 1941 году. Этот компьютер или протокомпьютер, как его называют, был основан на телефонных реле, то есть на устройствах, которые обычно использовались для коммутации сигнала на телефонных станциях. Тем не менее, этот немецкий инженер еще в начале 40-х годов верно предположил почти все принципы, что и сегодня лежат в основе компьютеров. То есть машина CET-3 уже работала в двоичной системе исчисления, она имела работу с числами, с так называемой плавающей запятой, то есть в равной степени легко обрабатывала и очень большие, и очень малые числа. В ней были возможности использования циклов, выполнения достаточно сложных операций, вроде вычисления квадратного корня. И таким образом, несмотря на то, что, конечно, по современному меркам машина была и невероятно медленной, и, разумеется, даже и не выглядела как компьютер, у нее не было никаких привычных там устройств ввода или вывода, ни монитора, ни клавиатуры. Данные в этот компьютер вводились с перфорированной кинопленки, в которой были пробиты отверстия. Тем не менее, всеми основными принципами компьютера, то есть машины, способные выполнить любую произвольную программу, это устройство обладало. А если же мы заглянем с вами еще дальше в прошлое, то можем вспомнить и о британском ученом Чарльзе Беббидже, который почти на сто лет раньше, чем и Конрад Сузе, и другие изобретатели середины 20 века предложил идею так называемой аналитической машины. Это было вообще еще механическое устройство, которое должно было приводиться в действие паровой машиной. Поскольку, скажем так, финансовые ограничения, недостатки технологий того времени не позволили изобретателю построить свое детище в металле, мы не можем считать его аналитическую машину первым построенным компьютером. Но, опять же, все идеи, которые были в нее заложены тогда Беббиджем, с годами показали свою справедливость. И когда уже в 40-е годы ученые воспользовались некоторыми его идеями при создании первых электромеханических вычислительных машин, оказалось, что, в общем-то, все они были справедливы. Что любопытно, привычные нам сегодня узлы компьютера, такие как процессор и память, в машине Беббиджа назывались, соответственно, мельница и склад. Ну, вот эти термины тогда не прижились, но, тем не менее, мы не можем не упомянуть заслуги этого специалиста. До этого я вам рассказывал исключительно о заграничных изобретателях. Наверное, конечно, нам хочется узнать, а что же было в нашей стране? Потому что, опять же, у многих людей, особенно у молодых, если кто-то не интересовался прицельной историей вычислительной техники, есть такое смутное ощущение, что да, были какие-то тоже большие электронные вычислительные машины еще в советское время, но как-то большого влияния на нашу жизнь они не оказали, и массовая компьютеризация началась уже в 90-е годы, когда к нам хвынула западная коммерческая техника. Но, на самом деле, в нашей стране была своя самобытная школа разработки вычислительных машин, да, на самом деле, даже и не одна. Были исторические периоды, когда отечественные компьютеры вполне на равных могли соревноваться и с заграничными образцами. Ну, вот почему мы пришли к тому, к чему пришли сегодня, я, может быть, постараюсь коротко обрисовать. Ну, давайте я упомяну, а с чего в нашей стране началась электронная вычислительная техника. Если ENIAC американский, о котором я говорил раньше, появился в 45-м году, то в Советском Союзе было получено первое авторское свидетельство на автоматическую цифровую вычислительную машину, ну, то есть, фактически, тоже компьютер, уже в 1948 году. Это сделали два наших ученых, Исаак Брук и Башир Ромеев. Один из них был электротехником по основному образованию, второй – радиотехником. Известно, что Башир Ромеев в 40-е годы слушал заграничное радио и по каналу BBC услышал в своё время о том, что в Соединённых Штатах заработала первая электронная вычислительная машина. Естественно, никаких технических деталей о том, как именно она устроена, он из этой передачи получить не мог. Он просто узнал, что есть такая идея, что такую машину, в принципе, можно построить. И загорелся этой идеей, начал её прорабатывать сначала у себя в голове, затем на бумаге. Судьба свела его с Исааком Бруком, заслуженным специалистом в области электротехники, который как раз столкнулся с такой проблемой, что для решения новых задач, которые в те годы стояли перед наукой и техникой, уже не хватало доступных на тот момент вычислительных мощностей. А под этими мощностями стоит понимать, как правило, просто-напросто людей, которые в лучшем случае вращали ручки электромеханических счётных, извините, просто механических счётных машин, рифмометров. Те, кому больше всего повезло, могли не вращать ручки, нажимать на кнопки на электромеханических машинах. Но всё это были не компьютеры. То есть все эти механические калькуляторы или арифмометры могли выполнить только отдельное арифметическое действие. За логику всего вычисления, за запись промежуточных результатов отвечал человек. То есть это, так или иначе, был очень тяжёлый, рутинный, изматывающий ручной труд. И когда нужно было, например, рассчитывать линии электропередач или решать вопросы совместной работы электростанций, а в те годы, напомню, в Советском Союзе шла активная электрификация, оказалось, что возможности традиционных вычислительных средств уже не хватает. И вот как раз тогда Исаак Брук тоже для своих практических целей задался задачей постройки электронной вычислительной машины. По итогам примерно года совместной работы у них родился проект, который в 1948 году, а конкретно 4 декабря, был зафиксирован в авторском свидетельстве. Можно сказать, что это аналог патента. И на самом деле мы с вами вот сегодня, в 2023 году, в декабре, будем праздновать фактически 75-летие отечественной информатики. Такая у нас юбилейная дата. Может быть, не самый знаменитый праздник, но я слышал, что у Академии наук есть планы сделать его официальным. То есть мы 4 декабря, может быть, будем с вами отмечать День Советской Российской Информатики. Но на тот момент, в 1948 году, это был именно проект. То есть машина в металле построена не была. Воплотить эту идею удалось лишь тремя годами позже. И первый, именно воплощенный в металле компьютер в нашей стране, а точнее два разных компьютера, созданных двумя разными коллективами, появились практически одновременно в 1951 году. Помимо Исаака Брука, был ещё и второй проект, который возглавлял другой наш маститый учёный в области электротехники, а в дальнейшем информатики. Звали его Сергей Лебедев. У них, на самом деле, множество пересечений в судьбе с Исааком Бруком, потому что они оба родились в 1902 году, оба работали электротехниками по своей основной специальности, и оба стали начальниками школы разработки вычислительной техники. Вот один из этих первых двух компьютеров, разработанный Бруком, назывался М1, просто-напросто машина первая. Лебедевский компьютер назывался МЭСом, или Малая электронная счётная машина. Слово «малая» пусть нас сегодня не обманывает. Любой компьютер тех лет, даже тот, который считался малым, на самом деле был огромного размера. МЭСом занимало две комнаты, причём, поскольку, естественно, она была ламповой, другой основы для электроники в конце 40-х, начале 50-х просто не было, она выделяла ещё огромное количество тепла. И в здании, где этот компьютер был построен, после его запуска пришлось разобрать перекрытие второго этажа, потому что только это обеспечило достаточное охлаждение, иначе там просто были тропики, невозможно было бы работать. Действительно, все первые компьютеры были ламповыми, и поэтому как раз делят поколения вычислительной техники. Условно, нулевым можно считать все электромеханические машины, вот упомянутые мной C3 Конрада Цуза, были и в Соединённых Штатах машины подобного рода. Например, в Гарвардском университете была построена машина Mark I в 1944 году. Но вот классическое первое поколение компьютеров, к которому относится тот самый ENIAC, к которому относятся первые советские компьютеры M1 и МЭСом, и много-много других машин, это машины на основе электронных ламп. Естественно, сегодня мы эти лампы можем встретить разве что в винтажной аудиоаппаратуре, но в те годы на них работала вся электроника, то есть радио, радары, телевизоры, и в том числе вычислительная техника. Опять же, что важно понимать, в целом такого направления, как разработка вычислительных машин в годы их появления просто не существовало. То есть не выпускалось специальных комплектующих, из которых можно собрать компьютер. Мы в музее изучаем, естественно, историю разработки первых машин, читаем мемуары тех, кто этим занимался, и всё это, конечно, выглядит как просто попытка собрать голую рубаху с миру по нитке, потому что использовать все доступные детали, которые удалось найти. А я напомню, что это конец 40-х годов, это послевоенный СССР, разруха, большой упадок экономики из-за войны. Тем не менее, даже там нашим инженерам удавалось каким-то образом, правдами и неправдами находить необходимые электронные лампы, радиодетали, заказывать на различных непрофильных заводах, потому что, повторюсь, профильных просто ещё на тот момент не было, какие-то узлы будущих машин. Причём часто приходилось сталкиваться с таким скепсисом, когда люди просто не понимали, что это вообще за такое загадочное чудовище вы намереваетесь построить. Электронная вычислительная машина. Сколько, вы говорите, в ней должно быть радиоламп, чтобы она работала? 5 тысяч? Ну, вам любой инженер старой закалки, его просто рассмеялся бы в лицо, скорее всего, на этих словах. Потому что, представьте себе там обычный радиоприёмник или телевизор тех лет. Ну, в нём содержится там от 5 до 15 радиоламп, и то эти устройства постоянно выходят из строя. Все помнят эту сцену, как по телевизору нужно было стучать кулаком, чтобы он нормально работал. Если кулак не помогал, приходилось нести его в сервисный центр. Делать это приходилось регулярно. И напомню, да, всего лишь там десятка-полтора десятка радиоламп. А вы хотите, чтобы у вас заработала машина, где разом должны функционировать 5 тысяч радиоламп или даже больше. Она у вас просто не будет между двумя сбоями работать достаточно времени, чтобы успеть выполнить хоть какую-то практическую задачу. То есть, многие чиновники, которые должны были принимать в те годы решения о запуске и разработке вычислительных машин, просто испытывали огромный скепсис к этой идее и считали, что это какой-то нереализуемый проект, что это никогда не заработает. Тем не менее, Брук, Лебедев, другие их коллеги, во-первых, придумали, каким образом можно поставить лампы в такие режимы работы, при которых они будут реже выходить из строя, каким образом, может быть, в отдельных случаях можно заменить часть ламп другими устройствами, более надёжными. И, несмотря на весь скепсис и всё сопротивление, которое им приходилось встречать, первые числительные машины к началу 50-х годов у нас заработали. Что их объединяло с машинами, созданными в других странах несколькими годами ранее? Совершенно независимо друг от друга. И наши специалисты зарубежные пришли к тому, что компьютеры действительно должны работать в двоичной системе счисления. То есть, единственными цифрами, которыми они оперируют, должны быть ноль и единица. Сделано это было по той простой причине, что очень сложно перепутать две настолько непохожие друг на друга цифры, как 0 и 1, как абсолютный минимум, абсолютный максимум, как отсутствие напряжения и наличие напряжения. Потому что были попытки делать вычислительные машины, которые работали в десятичной системе счисления, привычные людям, но они оказались куда менее надёжными. И до сих пор, несмотря на то, что с того времени прошло больше 70 лет, все наши с вами современные компьютеры, совершенно не похожие на те громоздкие машины 40-50-х годов, они по-прежнему остаются двоичными. Более того, и принципы, скажем так, конструирования, можно сказать, архитектуры тех компьютеров, она, в общем-то, сохраняется и по сей день без особых изменений. У компьютеров есть процессор, то есть основной вычислительный узел, который непосредственно выполняет все операции, есть память, где хранятся промежуточные данные результатов, есть долговременные хранилища и устройства ввода-вывода, которые позволяют вывести результат расчёта на бумагу, на экран, так или иначе его сохранить. Естественно, есть устройства ввода, чтобы задачу перед компьютером поставить. Несмотря на то, что конкретные воплощения всех этих узлов, конечно же, очень-очень сильно различаются, а уж о том, насколько различается быстродействие этих машин и нынешних, ну, даже говорить не приходится, то есть там разница даже не в миллиарды, скорее всего, уже в сотни миллиардов раз, если сравнивать первые компьютеры с нынешними, тем не менее, все принципы по-прежнему остаются справедливыми. И если мы с вами сегодня придём в музей, может быть, в политехнический музей, может быть, в другой музей, где сохранились ранние вычислительные машины, то экскурсовод вам просто сможет указкой показать на вот этом вот громадном ламповом монстре из 50-х годов, где в нём находятся те же узлы, которые в современном компьютере могут собой представлять одну крошечную микросхему, которую вы поместите на подушечку вашего пальца. Рассказывал руководитель отдела научной экспертизы Политехнического музея Алексей Бутырин.